Всем привет, ребят! С вами Механик и Алекс Фрэш. Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня новенькая серия ТОП ЖИР, авточеллендж, называйте как хотите. Мы будем сравнивать новые тачки. Да, бюджет какой у нас? Я думаю, что 40 тысяч будем урезать бюджет. Что-то не хватало на корвет, на корвет и так хватит. Нет, при чем здесь корвет? Корвет у тебя уже есть, а я не буду его покупать. Так, ну что же, погнали сразу в автосалон. Я уже здесь в гараже, давай выбирать. Так, нам надо что-то до 40 тысяч быстро и мощно. А тут нет такого типа этого параметра, чтобы сразу, типа, самая быстрая тачка. Нет такого, нельзя отфильтровать. Здесь, в принципе, хватает достойных аппаратов. А эту игру и многие другие ты можешь купить в моем магазине. Тем более, что мы обновили дизайн и цены. И теперь игровые ключи и аккаунты ты можешь купить по супер низким ценам. Так что не упусти свой шанс, заходи и покупай. Ссылочка в описании. Не знаю, пока не вижу. Не вижу ни одного до 40 тысяч. Аппаратов-то достойно хватает, но до 40 тысяч ни одного нет. Так, это слишком дорого. Это нам не по карману. Ребята, кажется, сегодня мы будем пешком. Корвет не хватает, корвет 45 стоит. А у нас до 40 тысяч. А, это другой корвет. Понял. Я ZR-1 смотрел. Я ZR-1 смотрел. Так. Что ты опять на каравете будешь? Но он под ним прямо. Да, так же выглядит, только цвета другого. А, у меня нет. Да? Странно. Блин. Давайте что-нибудь за 30-точку, за 20-точку что-нибудь дай. Что-то веселое. Что-нибудь, чтобы ехал. Что все, 10 миллионов там и дальше. Ну, куда? Это не пойдет. За 40, кстати, мустанг можно купить прям целиком за 40. Ну, если ничего не сделаешь. Ну, купить и ехать. Купить и ехать, да. А, у меня еще что-то было тоже за 40. Ну, скорее всего, да, думаю, есть что-нибудь еще. Так. Все достаточно дорого стоит. Я не знаю, я не фильтровал в этот раз по классам. Блин. Что же взять? Что это вообще за машина такая? Она вообще едет или нет? Очень зеленый датчик. Такое ощущение, что это не какие-то платные. Так, у меня есть платные. Так, ну, в принципе, я нашел. Походу, что взять? Бесплатно, что ли? Не-не-не. Платно. Так, пацаны, вот эту возьму, если что. Но можно еще как бы посмотреть, в принципе. Да? Да. Не бери только ее, понял? Не надо, пожалуйста. Отставь ее мне. По-братски. Так. Ну-ка, ну-ка, давай еще что-нибудь долистать надо. Что-то, что-то надо еще долистать. Чтобы прям такое, увидел такое, ля какая. Так, где, где? Нет, это не... Можно, знаешь, что взять? Можно чисто за 40. Лотус. Прям 40 стоит как раз. Иди бери лотус. Так, а почему они здесь, интересно? А, потом понял. Понял, почему. Так, я купил. Серьезно? Да. Так, ну... Это не то, что ты купил. Ну, не факт. Говорю сразу. Факт. Это 100%. Ну, ты же не знаешь, что я купил. Потому что я еще ничего не купил. Я догадываюсь, что ты купишь. Так. Я купил. Я купил. Да. Бюджет 40, посмотри. Серьезно, у меня застой на лям. Он расхватит серию на 5. Так. Ребя. Нам надо что-то... Что-то делать надо с этим. Надо что-то с этим делать. Да, надо тратить 2 стола лям. Блин. Ну, что же. Какой же мне вид-то выбрать. Я вид тут выбираю. Просто понимаешь, что-то очень сложно. Вид какой-то выбрать достойный. Наверное, вот такой я выберу. Чисто на строгом буду. Да? Да. На внешку, конечно, денег не останется. Так что не обессудьте. Будем чисто по хардкору тюнить покрышки. По-другому никак, к сожалению, ребят. Я бы с удовольствием взял что-то другое, но придется по крышке тянется. А сейчас проверка на реакцию, успеешь ли ты подписаться за 3 секунды. 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Ну, что опять за фигня? Почему я не могу снова затюнить здесь? Ну, что за прикол? Пойдем, ты смотришь, как ты. Нет еще. Я только машину купил. Я тут выбирал стиль. Стиль утиль. Стоп. Вот так же. Не, не, все. Да все нормально. В этот раз успокойся. Все. Ты не туда загадите. Все хорошо. Успокойся. Так, пацаны. Блин, ну что надо брать. Блин, за бюджет надо выбрать. Нет, это нельзя. Так, не нужно калькулятор с вами не будет. Так, а какой лучше вот эту лету? Вот эту возьму. А, я вышел. Вышел за калькулятор. Сколько там у нас денег-то? Мало. Не, нет. 40. Понял. Так что... О, не, 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 нет. Как так, пацаны? Что за фигня? Так, это не честно. Это ненормально. Так, не может продолжаться дальше. Что это? А, вот. Ну вот так, ладно. А что так мало? Что так мало-то? Почему так дорого? Меня интересует, почему так мало? Мне надо бить. Пошли на кассе 400 вообще. В смысле? На кассе 400? Пацаны, это свинство какое-то просто. 50 долларов. Так не работает. Подожди, а у меня сколько осталось? У меня осталось еще нормально. Так, я еду на... Можно что-то взять? Рано, рано. Подожди меня. Почему рано? Так, а можно я-то выйду тогда? Ну, типа ты выходишь, и я тоже хочу. Нет? Это было бы честно. Я буду угадывать на что-то. Капец, вообще не едет. Собака сухой. Нет, можно. В смысле можно? Можно выйти за пределы? А, не-не-не, я думал, ты имеешь в виду выйти. Кого? Че? Пацаны, не хватает ни на че-че делать, елки-палки. Алло. Слушай, а я могу отменить резину? Нет, дядя, все. Что сделал, то оставь. Все, больше нельзя вариант. Так. У меня еще 500... А, 600 баксов еще осталось. Алло. Нифига себе. А если это? Блин, ну я на 150 превысил, ну ладно, нельзя, так я понял. Тогда вот так вот вернем. Капец. Не едет? Не едет у тебя? Нет, вообще не едет. У меня 400 баксов, и не знаю, на что их потратить. Просто понимаешь, то чувство, когда машина не едет, поэтому резина мне вообще не поможет. Смысл есть зацеп, если она даже не шлифует. Это топчик сейчас будет. Блин, мне не хватает ни на чем. Чувствуй себя бомж. Ну 400 баксов, это много так-то? Можно что-то было. 600 было, ты видел 600. Ну 600, да, тем более. О, 600, я что-то видел на 600, было что-то за 600 баксов. Тебе точно хватает? 600 баксов лишние остались. А тут все за 750 и так далее, за 700 вон. Ну все. Блин, ну дайте хоть что-нибудь за 600 баксов, пожалуйста, пацаны. Ёлки-палки. Будьте людьми, пожалуйста, 600 баксов. Ну хоть что-то. Вообще ничего нет, походу. Блин. У тебя тачка переднеприводная. Нет. Нет? Короче, я выезжаю так, фиг с ним, 600. А, я знаю, что купить на 600 баксов. Я расширение возьму. Как раз на 600. Все, я... Чтобы в поворотах нормально держала. Так, ну все. У тебя какой класс? Какой класс? Только не говори S. И у меня A-класс. Сколько уровень? 748. 766. Плюс-минус одинаково. Не поможет. Я не знаю, конечно, может у меня максималка будет достойная, но резина это... Сделал... Ты ошибку совершил, что ли? По поводу резины? Да. Да? Ну машина, если не шлифует, нахрена ей нужна резина? Ну, может она не шлифует из-за резины, типа слишком хорошая резина. Да если у меня корвет тогда шлифовал на резине, на той... То он шлифовал, а? Да. Так. Ну, я выдвигаюсь в свою сторону, в принципе, уже выехал из городишки, еду в сторону трассы, штрассы. У меня спойлер дребезжит. Спойлер дребезжит. 120 градусов температура масла и 4 с половиной. А что за фигня? У меня спойлер трясется. Ну я еду, а он трясется. Это не я. Наверно, вроде. Да что, что ты будешь делать? Вроде туда. Ну, скажу так, что у меня тоже вроде не едет. Вроде. Ну, у меня не едет, а у тебя вроде не едет, то есть у тебя шансов больше. Но она едет, по-моему, так же, как и Stinger. А, ну так... Ну, это по ощущениям, это по ощущениям. По факту, у меня только спойлер трясется. Ты спойлер поставил? Мне спойлер поставил, мне на него хватило, в принципе, я рад, как бы. Сейчас влетаю. Влетаю прямо в себя. Я не знаю, что ты купил, кстати. А где ты? Я даже не видел. А где ты? Ты сзади где-то. Ты спойлешь? Конечно. Хонда. Я купил вон ту, которая была с спойлером сразу. Или без спойлера. Я купил ту, на которую хватило. А вторая за деньги? Вторая за деньги. А, да? Да, за донаты. Так. Это что у тебя? Это Astra, да? А, снижение, да. Astra, это OPC или как это? Или обычная? А, ну что она такая здоровая? Я не знаю. Кобыла. Кобыла здоровая. Подогрев, короче, на стекле на заднем. Что это за полоски сраные? Это подогрев или что-то? Самое интересное, то что с левой и с правой стороны по-разному выглядит. Я не вижу твоей подогрев. Причем у тебя, типа, а, ну у тебя, это, как она называется, европейская, английская версия, у меня японская, но при этом с нормальным рулем, а не с таким, как у тебя. Ну давай, японский нормальный рулем. Так, ну что, давай. Я тоже раздуваться, потому что она так чуть не шлифует. Я тоже раздуваюсь. Давай, Никола Педрохуй. Давай, три, два, один. Ёб твою, стой. Че? Куда ты? Че случилось? Куда ты? Подожди меня. Ты че? Давай. Слушай, ну что-то ты оторвался, но как-то ты оторвался, особо не уходишь. А все, я все. У меня максималка. Не бредь, я тебя догнать, ну, 200. 213 у меня. 220. 230. Все, максималка у меня. Я не достала 220. Ааа. Ну нахера. Ну, на руле очень сложно объезжать машину, дядь. Я не хотел потерять. На клавиатуре сложно. Аптичка. Ааа. Ну тут ничего не скажешь, это правда. 280. Все, у нас в каталог. Ну сейчас последний спуск, 2 км будет. 280. 280 максималка. Че, давай в обратную сторону. 277 максималка у меня, понял? Типа ты по максималке меня сдел... Нет, это был все, предел. Так, хорошо, сейчас, чтобы уравнять максимально шансы, я фигачу на клавушке. Давай. Ну нежно так что-то. Хочешь, давай сейчас не будем раздуваться. Ну типа посмотрим. Давай. 3, 2, 1. Ох, у тебя такой прыжок. Оба. Только не врезайся, пожалуйста. Ну я постараюсь, я же не специально это делаю. Мне кажется, я сейчас сделаю. Чего, там рулем крутишь? Как ты меня обошел? Ну типа по траектории просто? Смотри, ты уходишь. Че за прикол? Типа первый раз я вообще жестко тебя сделал. Не едет? У меня сейчас только 220. 229. Или потому что в горку? В горку, в горку. Ну ты не уходишь от меня. Ну да, мы примерно наравне что-то идем. Похоже очень. Но у тебя по классу, у тебя мощнее не будет. Ну вот со старта, если я раздуваюсь, я уезжаю нормально, и ты потом просто догнать не можешь. Мне вот интересно, что трек, когда мы раздуемся, просто чтобы ты не врезал. Это сложное испытание. Но это сложное испытание, что ты отнаехал. Сейчас я пытаюсь назад. Давай. Три, два, один. Да ты до одного отронулся. Ну ладно, хорошо. Давай, давай еще раз. Давай еще раз. Поехал уже? Да куда ты едешь? Да остановись нормально. Встань рядом. Давай. Ну ты считай. Три, два, один. О, вот сейчас одновременно, кстати, было идеально. Давай в тег. Давай в тег. Капец, ты переключается, переключается, стреляет и стреляет. Давай в тег. Не врезайся, пожалуйста. Да я попробую. Я догоняю. Я догоняю. Это потому, что я очень много клавиатурой туда-сюда клацаю. Я по правому ряду еду. Я по правому ряду. О, наравне идем. О, 260. Обхожу потихоньку. Сейчас подрежу. Да тут полоса широкая. Да я, чтобы ты не обогнал. Максималка выше у тебя. 280. 273 у меня. 274. 281. 272. То есть, мне кажется, что в принципе тачки получаются одинаковые. Я только вот после какой-то грани вот чуть-чуть обгонять начинаю и все. Ну, где-то после 250 ты меня делаешь. И плюс у тебя максималка чуть выше. Но старт ты, конечно, безбожно проигрываешь. Да. Пишите, чья тачка проиграла или выиграла. Потому, что мне реально было интересно. Давай еще, может, задом? Давай, попробуем. Давай. Ведь это будет тупо, но почему бы и нет. Ну, посмотрим, посмотрим. Но, опять-таки, вот еще есть такая немаловажная деталь, как стиль. Но вы понимаете, кто тут выиграл. Есть еще немаловажная деталь, как прокладка. Но тут вы понимаете тоже, кто выиграл. Да. К сожалению, Алексей тут в двух местах проиграл. Так, давай. Приятно, что ты осознаешь мою эту доминантность. Так хватит кататься. Я не могу остановиться поровну. Давай, готов. Три, два, один. Ууу, как стартанул хорошо. Шестьдесят один, шестьдесят два максималка. Шестьдесят пять. Шестьдесят пять. Ну, на старте ты, конечно, максималку вот это вот. Ой, все, не можно вообще. Да то я могу бочком вот так вот сделать. Красиво. Раздать. Раздать могу бочком. В столб. Не, мне понравилось. И тачки получились вообще разные, но одинаковые. Плюс-минус. То есть привода разные. Вообще тут стороны разные. Все разное. А ты турбу ставил? Да, в первую. Я тоже поставил турбину. У меня изначально было атма. Я поставил турбу, прокачал ее. И еще резину поставил. И вроде ни на что больше не хватило. По классу мне казалось, что должно валить ни хера себе. Но как-то оказалось, что... Ну, это интересно. Вот знаешь, вот тут очень близкая борьба. Реально интересно. Да, потому что реально были тачки вот на грани. Мне прям интересно. А что если бы я типа на эту десятку не резину взял, а просто ее протюнил жестко? А вот если бы я десятку не взял. За десятку резину точнее. Ну, мне кажется, ты бы вообще зашлифовывался жестко на старте тогда. Но максималка... Ну, как это? Передний привод всегда шлифует. Отец тазов. Отец тазов. Неужели тебя не научил? Нет, конечно. Так, ну что? Да, на этом будем заканчивать. Если понравилось, ставьте лайки. И желательно пару штук. Пишите комментарии. Не забудьте подписаться на наши каналы. Добавляйтесь в друзья в соцсетях. И все. На этом все. Всем пока. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok